Добрый вечер! О главных событиях дня расскажем вам я, Азат Жумаханов, и сурдоперевод моего коллеги Марата Жумабекова. В начале выпуска коротко о самом важном. Работа ждет. Программа занятости населения и вовлечения в предпринимательство стала путевкой в жизнь для 1700 жителей Каратальского района. У нас гости. В Талкургане проходят Дни Астаны. Детство – это я и ты. В преддверии Дня города в Талкургане прошел большой фестиваль детского творчества. Содействие трудоустройству населения и вовлечения граждан в предпринимательство преследует программа развития продуктивной занятости. Благодаря государственным мерам доля экономически активного населения растет и в Каратальском районе. Порядка 1700 человек были трудоустроены благодаря мерам господдержки в Каратальском районе с начала года. В их числе Расхан Исабеков. Вернувшись после окончания университета на родину в город Уштобе, он не смог трудоустроиться. Работодатели отдавали предпочтение соискателям со стажем. Выход из ситуации обеспечил центр занятости. Проходил в течение шести месяцев молодежную практику в центре занятости населения в городе Уштобе. Здесь я смог проявить себя, показал свои профессиональные навыки и хорошие знания. Вот с сентября месяца меня взяли на постоянную работу сюда же в центр занятости. Теперь я сам занимаюсь с желающими найти стабильную работу в рамках госпрограммы в части молодежной практики. А у Сакена и Сауля Кусмановых не получалось расширить семейный бизнес. Нужны были финансовые вливания. За помощью обратились в центр занятости. Получили шесть миллионов тенге. Часть потратили на покупку оборудования на СТО. Получили шесть миллионов под шесть процентов. Это очень большая помощь, потому что в других банках процент гораздо выше. Это облегчило, потому что мы купили дополнительное оборудование, то, что нам не хватало. Добавились рабочие места, довольны и наши сотрудники, и мы сами. Часть, полученные от государства с суммой денег, семья направила на открытие цеха по выпуску современных лего-кирпичей. Пока технология не полностью автоматизирована. Но предприниматель уверен, что с получением доходов они эту систему полностью наладят. Поскольку спрос на лего-кирпичи с каждым днем растет. Таких денег не было. Шесть миллионов – это очень большие средства. Согласно этой программе нам, честно говоря, повезло. Мы взяли оборудование и потихонечку выпускаем кирпичи. В день производительность кирпича этого станка – 800 кирпичей в день. Из расчета два человека в рабочую смену. На сегодня по государственной программе продуктивной занятости населения 90 жителей района продолжают учебу. Более 20 предпринимателей получили микрокредиты на общую сумму 80 миллионов тенге. Наряду с этим безработные привлекаются к общественным работам. По словам руководителя центра занятости, государственная программа позволяет снизить уровень безработицы в регионе. Уровень безработицы составляет 5,6%. С начала года было. Сейчас уменьшили. Охватили по программе по молодежной практике, по социальной рабочей местах. Охватили где-то 1800 человек. По району мы планируем открыть 800 новых рабочих мест. На сегодняшний день уже открылись где-то около 700 рабочих мест. Мы туда направляем тех безработных, которые у нас состоят на учете. Работа в этом направлении будет продолжена активно, говорят сотрудники центра. Желающие трудоустроиться могут прийти сюда и проконсультироваться у специалистов. Работает также уголок самообслуживания, где посетителям предоставлен компьютер с выходом в интернет. Гульназ Мустафа, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ, Каратальский район. Молодежь края ЖТСУ покоряет вершины гор. Команда из четырех человек взошла на пике Текили, Лабасе, Хантенгри, фурманово панорама Башута Турист. Общая их протяженность 20 тысяч километров. Это весьма символично. Победу над вершинами молодежь приурочила к 20-летию столицы. По словам участников акции, на подготовку ушло почти три месяца. Но это того стоит. Потрясающая панорама вида, выброс адреналина и неподдельные эмоции. Свой поход они намерены повторить в следующем году. И призывают желающих вступить в их ряды. Так как главная цель мероприятия, по словам организаторов, Управление внутренней политики Алматинской области, Региональной службы коммуникации и ЖТСУского географического общества, развитие туризма в регионе и пропаганда здорового образа жизни. В следующем году мы планируем покорить вершины Абай, Нур-Султан, Физкультурник. Ближе к лету мы дадим объявления в социальных сетях о наборе в команду. Так желающие смогут с нами связаться. Нужна подготовка физическая. После начнем восхождение. Колонна внедорожников с флагами Казахстана и патриотическими надписями проехали по главным магистралям Талдыкургана. Акция организована в рамках Дня города Акиматом и автомобильными клубами областного центра. В ней приняли участие почти 30 автолюбителей. Маршрут проходил по основным улицам и завершился у флагштока в парке Жастар. Мероприятия традиционные. Проводится уже четвертый год подряд. Как отмечают организаторы, такие акции прививают любовь к технике у молодежи и придают населению чувство праздника. Основная цель мероприятия – это популяризация автоспорта, привлечение молодежи, чтобы не болтались по дворам, а занимались техникой, ну и навыки вождения. В Талдыкургане стартовали дни главного города страны – Астаны. Большой гастрольный тур столичных артистов прибыл в областной центр вчера. Не только концертами решили порадовать организаторы – управление культурой и спорта города Астаны. Ценителей искусства в галерее Талдыкургана ждет приятный сюрприз – более ста картин казахстанских художников. Отметим мероприятия, приуроченные к 20-летию столицы. Дни Астаны в областном центре проходят в рамках проекта «Ахтэлекпен Астана». Столичный тур в нашей области продлится три дня. Дни пройдут насыщенно и интересно, обещают организаторы. В каждом из них талдыкурганцы и гости города могут найти что-то интересное и новое для себя. Например, гости решили обрадовать життесустцев выставкой картин в областной галерее изобразительных искусств. Все они разные по стилю и эпохам. Всего 100 работ. Любой желающий с 16 по 18 сентября может прийти и оценить творения более 50 известных казахстанских художников. Здесь мы поделили работы на три зала. Это у нас в первом зале, в основном зале, это у нас работы про Астану, об Астане, какую видят сейчас или в будущем художники. Второй раздел — это этностиль, то, что через картины художники берут обычаи и традиции казахского народа. Следующий зал у нас — это уже контейнер-гарты, современное искусство. Там у нас представлены работы в стиле абстракции, сериализм, экспрессионизм. Здесь у нас представлены не только картины, но и скульптуры. Вот мы сегодня поговорили с художниками города Татакурган. Теперь они в следующем месяце должны привести свою выставку к нам в основном во дворец независимости. Для ценителей музыкального искусства во дворце культуры имени Ильяса Жасугурова развернулся концерт «Мелодия Великой степи» государственного струнного квартета имени Газизы Жубановой. В программе прозвучали произведения Шуберта, Гайдна, Таттмбета, Курмангазе и многих других. Еще один концерт для жителей ЖТСУ дали и творческие коллективы Государственной академической филармонии города Астаны. Ансамбли эстрадного танца, народного танца Шалхама, группа традиционной музыки «Коркот» и солисты классического эстрадного и народного вокала. На сегодняшний день мы побывали практически во всех регионах. И наша завершающая точка – это Алматинская область, город Таталдыкурган. И через два дня мы будем в городе Алматы. В рамках этого проекта мы показываем все достижения Астаны, творческие достижения. Это наши театры, это наши художественные выставки, это наши музыкальные произведения. Я хочу особо отметить, что вход на все наши мероприятия совершенно бесплатный, поэтому мы приглашаем вас посетить. Ждут талдыкурганцев и гостей областного центра сюрпризы и завтра. Вечером в областном дворце культуры состоится музыкально-поэтический вечер «Жир Атасе Хабан Жирау». В это же время в Таталдыкурганском драматическом театре имени Бекен Римовой зрители смогут увидеть одну из самых известных в истории битв саков с могущественным персидским царем. Не забыли и про юных талдыкурганцев. Для них астанчане подготовили сказку «Снежная королева». Она пройдет 19 сентября в 11 часов утра. Новая мечеть на 500 мест посетителей открыта в селе имени Головацкого Панфиловского района. Ее на собственные средства построил местный предприниматель Таскан Жапархол. Выполненная в классическом стиле, исламском стиле, мечеть стала не только архитектурным украшением аула, но и центром распространения подлинных ценностей ислама. Колхоз 40 лет Октября был передовым хозяйством не только в области, но и за ее пределами. Он не имел себе равных по финансовым доходам, объему и производству высококачественной сельскохозяйственной продукции. Его возглавлял герой социалистического труда Николай Головацкий, при котором в селе были построены все необходимые для населения объекты здравоохранения, образования и культуры. Здания до сих пор являются одним из лучших образцов архитектуры. К такому ансамблю теперь добавилась и мечеть, обладающая своеобразным и запоминающимся архитектурным обликом. Красивую и уютную для насельчан ее построил Таскан Жапархул, руководитель крупного крестьянского хозяйства Ернар. Он главный меценат родного села, оказывающий постоянную помощь нуждающимся. По его словам, открытие мечети – долгожданное событие для сельчан. Николай Никитич Головацкий возглавлял когда-то этот колхоз. С ним я вместе проработал 19 лет. В нашем Жаркенском сельском округе сейчас есть все. Вот нужна была мечеть. На отчете Акима району население обратилось ко мне с просьбой построить духовный и культурно-просветительский центр для воспитания молодежи. Это своего рода поддержка с моей стороны президентской программы Туган Жер. Строили мы в течение двух лет. Мечеть состоит из двух этажей и рассчитана она на 500 человек. Имеются мужские и женские молельные залы и все, что нужно для проведения религиозных обрядов. Вместе с тем предпринимателям выполнено строительство сквера для отдыха посетителей и художественно-декоративное оформление территории здания. На церемонию открытия мечети собрались жители всего Жаркенского сельского округа, представители духовного управления мусульман Казахстана, руководство района, почетные жители области и высокие гости. В каждом селе должна быть мечеть, ибо в религии заложены все общечеловеческие фундаментальные нравственные принципы. Постулат, который был высказан нашим пророком Мухаммадом, тому, кто построит мечеть здесь, там Всевышний подарит дворец. Глубочайший смысл этого пророчества заключается в том, что мечеть должна быть построена, прежде всего, в сердце человека, который считает себя приверженцем ислама. Именно к таким я отношу Таскан Жапаркула. Построить мечеть – непростое и нелегкое дело, но Таскан справился. Пусть Аллах благословит его. Выступившие на церемонии открытия гости отметили, что в последние годы увеличивается количество верующих, проповедующих ислам. Первое богослужение прошло в новой мечети с участием гостей торжества. Такому замечательному подарку от местного мецената особенно рады Ахсакалай аула. 35 лет со дня образования нашего аула. По сегодняшний день нам приходилось собираться в свободном уголке клуба, в одном кабинете детского сада, чтобы провести пятничный намаз жамагатом. Благодаря тому, что наш земляк Таскан решил сделать доброе дело, и у нас появилась возможность в специальном месте читать намаз, провести религиозные мероприятия, но самое главное, теперь можно встречаться с молодежью в этой мечети, чтобы разъяснить им правильные каноны ислама, и они умели различать деструктивные течения. Это по счету 42-я мечеть, построенная в Панфиловском районе, и 178-я в Талдукурганском регионе. Гульназ Мустафа, Жаях Курманбаев, телеканал ЖТСУ, Панфиловский район. Обзор мировых событий продолжит выпуск. Число жертв урагана Флоренс в Соединенных Штатах увеличилось до 17 человек, пострадали десятки тысяч домов. Около миллиона зданий остались без электричества, отменены почти полторы тысячи авиарейсов. Ураган Флоренс четвертой категории обрушился на Атлантическое побережье США три дня назад, вызвав наводнение и оползни. Основной удар стихии приняли на себя штаты Северная и Южная Каролина. Сейчас ураган уже ослаб до тропического шторма. Ранее была объявлена эвакуация в прибрежных районах США, где в общей сложности проживает около полутора миллиона человек. Власти страны уже начинают подсчитывать ущерб от урагана. На восстановление инфраструктуры, по предварительным данным, может потребоваться от 10 до 60 миллиардов долларов. Элиут Кипчойги, бегун из Кении, одержал победу на берлинском марафоне, побив мировой рекорд. 33-летний спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 1 минуту и 39 секунд. Предыдущий мировой рекорд был установлен в Берлине в 2014 году другим кенийским атлетом Деннисом Кипрута Кемета. Его время – 2 часа 2 минуты 57 секунд. Кипчойги считается одним из лучших марафонцев в истории и имеет титул олимпийского чемпиона на данной дистанции. 600 детских садов в Китае приняли в этом году совершенно новых воспитателей. Они всего 60 сантиметров ростом, с круглой белой головой и сенсорным экраном вместо лица. Нового работника образовательной сферы зовут Кико. Он умный робот, задача которого – увлечь подрастающее поколение учебой. Он рассказывает детям интересные истории и сказки, предлагает упражнения и задачи. Помимо прочего, он ведет непрерывную запись видео и отвечает на вопросы. По данным Международной федерации робототехники, Китай уже занимает первое место в мире по использованию роботов. Помимо того, что на заводах страны трудятся 340 тысяч андроидов, они также доставляют покупки, сопроводят пожилых людей на улице, диагностируют болезни или дают справки. В Париже на один день запретили машины. Тишина воцарилась на популярной среди горожан и туристов улице Елисейские поля. Столичная мэрия организует день без автомобилей уже четвертый год подряд, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха. А начиная с 7 октября центр Парижа станет пешеходной зоной один раз в месяц по воскресеньям. Обзор подготовлен Диной Буранбаевой по материалам интернет-ресурсов. Казахстанские военнослужащие приобретают квартиры по специальному жилищному пакету «Военный», который был разработан в начале этого года Министерством обороны Республики совместно с Акционерным обществом «Жилстрой» Сбербанк Казахстана. Первые новоселы, а это 64 семьи, уже получили доступные кредиты. Льготные займы делятся на три вида и зависят от суммы сбережений и категории жилья. Например, имея первоначальный взнос в размере всего 5% от стоимости квартир, военнослужащий может получить кредит по ставке 7% годовых. При наличии 20% от стоимости жилья ставка по займу 6% годовых. Новая квартира также должна быть приобретена у застройщика. Ну а если военнослужащий хочет приобрести квадратный метр на вторичном рынке, в этом случае ему необходимо иметь первоначальный взнос в размере 20%, и он может претендовать на кредит по ставке 8% годовых. По статистике, последний вид займа, где предусматривается покупка вторичного жилья, пользуется спросом больше. Благодаря новой программе кредитования долгожданное жилье смогут получить 60 тысяч военнослужащих. В Алматы зафиксирован мировой рекорд, вошедший в Книгу рекордов Гиннеса. Больше 500 человек приняли участие в изготовлении самого длинного казахского национального курах-курпе. Длина шедевра составляет 10 километров 900 метров. Большая часть мастериц – работники сети городских библиотек. Активно им также помогали жители города, которые приносили разноцветные лоскуты ткани и принимали участие в самом шите. Акция стартовала в этом году в дни празднования Наурыза, и за пять месяцев рукодельницы достигли мирового рекорда. Чтобы официально его зафиксировать, в Алматы из Великобритании специально приехали представители главного офиса Книги рекордов Гиннеса. В стране стартовала ежегодная кампания прикрепления к поликлиникам. Это делается для того, чтобы у граждан была возможность поменять учреждения здравоохранения, если прежнее их не устраивает. Для реализации принципов семейной медицины жителям советуют выбирать поликлинику в непосредственной близости к месту проживания. Кроме того, целью снизить нагрузку на врачей и количество очередей вводится лимит на прикрепление 1700 человек на одного врача общей практики. Раньше этот показатель составлял 2000 человек. При обращении в поликлинику необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и написать заявление на имя главного врача. Также можно прикрепиться через портал egov.kz и в Центре обслуживания населения. Обзор республиканских новостей подготовила Асим Кощегулова по материалам интернет-ресурсов. В рамках Дня города в парке Жастар организован большой фестиваль под лозунгом «Мир детства». Участие в нем приняли более 4000 детей Талдыкургана. Подробнее в материале корреспондента. Достаопримечательности Талдыкургана, красивая природа и даже его жители. Все это запечатлено во временной галерее искусств в парке Жастар, стараниями юных художников на асфальте. Рисунки разные, тематика одна – любимый город. Это мой любимый город, я очень люблю его и люблю очень рисовать. Я люблю свой город, потому что он очень красивый и в городе, в котором мы живем, есть много мест. Я люблю свой город, потому что тут широкие улицы и не шумно. Пытались дети раскрыть в себе таланты к рисованию и на мольберто с профессиональным инвентарем. Словом, парк стал опытной площадкой для маленьких Микеланджело. Любителям прикладного искусства представилась возможность попробовать себя в мастерстве шитья и в гончарном искусстве. Найти занятие по вкусу мог абсолютно каждый желающий. По словам специалистов, такие фестивали помогают раскрыть потенциал подрастающего поколения и определить увлечение по характеру и вкусу. Мне все очень нравится, все потрясающе выполнено. Дети принимают участие во всяких конкурсах и это просто прекрасно, что людям не все равно на праздник, на День города, на такие мероприятия. Как отмечают организаторы, мир детства это и экскурс в национальной традиции. Дети приняли участие в народных играх и театрализованных постановках народных обычаев, а также с удовольствием влились в массовый флешмоб. Каждая школа показывает дополнительно, помимо образования, показывает, какие действуют кружки, чем дети занимаются свободное от уроков время. Это танцевальные кружки, национальные кружки. Мы хотели бы показать именно горожанам, что наши дети всесторонне развиты, не только в процессе образования, но и в воспитании. Отточенная строевая подготовка и умение пользоваться самым настоящим оружием продемонстрировали участники военно-патриотического клуба «Айбом». Эти ребята не раз становились победителями и призерами республиканских военно-патриотических сборов. Нашлось занятие и малышам. Они продемонстрировали свои вокальные данные. Как ориентироваться на местности, в несколько минут поставить палатку и единственной спичинкой развести костер, рассказали участники туристического краеведческого клуба «Истоки». В организацию входят 150 учеников города. И все они с легкостью умеют вязать самые сложные узлы, восходить по отвесным скалам, обеспечивать страховку восходящим гору. Ими покорены и изучены почти все природные достопримечательности края ЖТСУ. Я занимаюсь туризмом 6 лет и мне очень нравится. Мы занимаемся пешеходным, горным, водным и лыжным туризмом, где занимаем постоянно первые, вторые и третьи места. Также ездим на чемпионат Республики Казахстан на Тамгалытас или занимаем первые, вторые и третьи места. Мы ходим на ледники, пустыни, Черинские каньоны. Недавно мы ездили в ущелье Кару, где снимались фильмы про наш турклоп «Исток», снимался фильм. Напомним, главные мероприятия в День города в этом году пройдут 29 сентября в парке Жастар. Елеман Раимбеков, Мадиб Айбасонов, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Побеждать красиво. В Талдыкургане стартовал традиционно открытый областной турнир по художественной гимнастике. За звание победителя борются юные гимнастки областной специализированной детско-юношеской спортивной школы в трех возрастных категориях. Составить им конкуренцию приехали спортсменки из Алма-Аты и Астаны. Продолжит Лилиана Штогрина. В течение трех дней в Талдыкурганском дворце спорта Жастар поклонники художественной гимнастики будут наблюдать за выступлением самых грациозных гимнасток Алма-Атинской области. Чемпионат организован специально накануне первенства Казахстана. Чтобы отобрать команду спортсменок, способных составить достойную конкуренцию соперницам и на республиканском уровне. Главная цель популяризация этого вида спорта, чтобы в нашей области были мастера международного класса, высшей категории. Когда мы уже воспитали своих мастеров, они на сегодняшний день уже работают тренерами. Сразу после церемонии торжественного открытия состоялся благотворительный галоконцерт. Все средства от которого пойдут на лечение одной из воспитанниц отделения по художественной гимнастике из дюшер номер один Августины Скорыниной. Два года назад у нее обнаружили лейкоз крови. ПЕСНЯ Что касается самих состязаний, то они проходят в личном и командном зачетах. Каждое упражнение по стандарту длится не более полутора минут. Судьи его оценивают по десятибальной шкале. Критерием служат техника исполнения, сложность элементов и, конечно, артистизм. Для самых маленьких это самый первый в жизни экзамен на выдержку и выносливость. Тренирует девочек мастер спорта Республики Казахстан Виталина Зимкова. 17-летняя выпускница областной спортшколы не понаслышке знает, какой ценой достаются победы в этом зрелищном и трудоемком виде спорта. Да, я начинала с трех лет. Я первый раз выступала на таких же соревнованиях здесь у нас, в Талдыкургане. Мой спортивный путь начинался вот в таком зале. И теперь я мастер спорта. Теперь я являюсь действующим спортсменом и тренером. Я могу и выступать, и тренирую маленьких деток. И сейчас спорт мне очень сильно помог, потому что это такая красота. И теперь я работаю. Да, и, конечно, теперь приходят маленькие девочки. Они выступают в таких же залах, им это нравится. И, конечно, я передаю им свой опыт также. Гимнастки от 6 до 12 лет блистают не только красочными костюмами, но и мастерством. Они выступают с несколькими программами. В упражнениях без предмета главное для них показать растяжку и физические данные. В отдельных видах многоборья участницы продемонстрируют еще и умение работать с мячом, булавами, лентой и обручем. Впереди у юных гимнасток два насыщенных соревновательных дня. Лилия Штогрина, Айбек, Акшулаков, телеканал ЖТСУ. Такой была информационная картина этого дня. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова